Французские асы на советских самолетах при поддержке советских механиков. Благодаря договоренности между Иосифом Сталином и Шарлем Деголем появилась легендарная эскадрилья, а затем и авиаполк «Нормандия-Неман». Через 70 лет после победы новое поколение французских летчиков и российские ветераны полка вместе отдают дань памяти павшим товарищам. В этом ряду наш соотечественник Игорь Ильин. А с ними, конечно, была очень теплая встреча. Тем более, что двое были из нашей эскадрильи. Мы были очень, не то что хорошо знакомы, а вместе работали. Встречи были очень теплыми. Причем на всех уровнях. Для меня были встречи, разговоры, максимум почета и уважения, полнейшее внимание. Высочайшая оценка деятельности нашего техсостава полка. На счету подразделения больше 5000 боевых вылетов, около 300 побед. Из 96 французских пилотов, летавших на советских яках, 42 не вернулись с заданий. Полк после возвращения с фронта продолжает свое существование. И теперь летает не на легендарных яках, а на современных рафалях. Дочь одного из летчиков Нормандии по личной инициативе создала частный музей. Вела его, пока хватало сил и средств. Но после того, как коллекция существенно разрослась, обратилась за помощью государству. Ей пошли навстречу, помогли деньгами, выделили помещение, нашли спонсоров. И как результат, теперь в Лебурже у музея есть свой павильон. То, что все это сейчас, через 70 лет так тянется, для меня, как и для любого русского, тем более советского человека, это было неоценимо. Во Франции стараются сохранить память об этом подразделении прежде всего дети, внуки, потомки нормандцев и военнослужащие, которые в этом полку служили уже после них. Были дети, внуки, те, кто сейчас служит в полку Нормандии, современные французские летчики, школьники, кстати, были. У них тоже идет определенная военно-патриотическая работа. Зал, посвященный боевой славе Нормандии и Неман, теперь неотъемлемая часть постоянной экспозиции Музея авиации под Парижем. Николай Стоянов, Николай Беркиншток, Первый Приднестровский.